что у меня в этом году творится видно вам тут или нет ну короче вот поближе так наверное не видно ничего вот это абрикосина ну все ну живого места нет тут тонна как минимум этого абрикоса блин висит на одной только вон вторая вот смотрите эти абрикосины посадила моя жена ларчик из косточек вот они вырастают ну вот такого вот размера вот вот сейчас естественно они эти еще зеленые совершенно маленькие но они подрастут на я уверен что они очень большими не будут потому что вот смотрите как в этом году сколько их их выносить надо сколько она вытянет я не знаю много падалицы я буду делать абрикосовую водку очень вкусная вещь и сейчас я вам покажу как я буду это делать так собранный скажем так урожай этой падалицы там и прочее прочее отделяем от косточек работа немножко трудоемкая но она необходимая мало того косточки эти ни в коем случае нельзя выбрасывать это лекарство от онкологии как минимум для предотвращения и содержит в себе там какие-то вещества очень важные которые тормозят развитие онкологических процессов в организме так что их лучше высушить косточки и по несколько штук зимнее время употреблять и так перекручиваем все вот это добро мы в мясорубочку делаю порциями поскольку не очень просто скажем так так засыпаем сахар 6 килограмм я засыпаю в кастрюлю будем варить сироп он одновременно разогреваю кипяточек и пищу в этом чайники сейчас он подойдет у меня чтобы резину не тянуть залью и доведу до кипения уже на газу у нас сироп сварится после чего я его остужу до температуры 25-30 градусов это максимум залью и забью в воду для брожения вот он у нас подошел на медленном огне будем это дело варить и помешивать чтобы сахар не пригорел понятно так начально важно промешать сразу сахар на дне нас не пригорел очень интенсивно начинает растворяться сахар пошла мазута это буквально минут 15-20 сейчас отойдет до кипения и все можно будет подключать для чего можно не варить конечно сироп но сироп сам по себе придает карамельный вкус дополнительно потому что у нас абрикос будет он еще более благородный будет вкус нашей абрикосовой водки или абрикосового самогона как хотите так и называйте так дрожжи вот такие я делаю сухие дрожжи хлебопекарные других у меня просто-напросто нет там если найдете лучше можно сделать то что найдете они по 11 граммов вот эти вот есть и по 100 грамм мне надо развести 100 грамм я развожу немного того сахарного сиропа который сварил добавляю туда теплой воды вода должна быть в пределах около 30 градусов ну короче вот так вот чуть тепленькая на руку вот и обязательно помешивая высыпаем в край чтобы она камками не слипалась это дело у нас все это дело и момент высыпания обязательно помешиваем можно конечно на диких дрожжах то есть они сами забрали но это будет очень долго скажем так 45 дней где-то получится а с этой закваской с дрожжами примерно 7-10 дней и все в порядке все нужно количество теперь будем ждать когда поднимется шапка так ну вот шапку у нас поднялась он видите там растет какая сейчас это все хорошо размешиваем все и выливаем бог для брожения вот сюда вот это делал все зальем вот видно да вот так вот вот так вот вот так вот вот так вот Все, и это можно закрывать. Добавляем. Вот так. Вот так. Вот так вот. Вот так вот. под трубочку сейчас поставлю баночку с водой и все будем ждать когда у нас это дело выбор чтобы не перегонять ну вот если понравилось ставьте лайки подписывайтесь на канал все всего доброго